Всем привет! Вы на канале Семья Фетистовых, меня зовут Мария. В этом видео будут ответы на вопросы по мёду. Первый вопрос. Какой у вас мёд? Мёд у нас алтайской разнотравии. Пасека у нас стационарная. Мы пчёлы не возим на поля, то есть трапс, подсолнечник, есть пасеки перевозные. Пчёлы у нас весь сезон стоят на одном месте. Вокруг поля с травами, то есть с алтайских трав, пчёлы собирают нектар и делают мёд. Где пасека стоит? Раньше, ещё когда мы сюда не приехали жить, но уже начали заниматься пчёлами, за деревней, за километром к нашей деревне, там Саша с своим отцом и братом поставили домик и держали мы пчёл там. Потом это стало неудобно, мы держали около родительского дома пчёл. И так как Саша работал на мехтоке в сезон, ездить и следить за роением, пчёл было неудобно, мы ставили пчёл рядом с домом, и хотя бы я как-то могла следить. Этот год мы работаем полностью на себя, то есть работодатели уже не работаем и смогли себе позволить опять вывезти пчёл на старое место, на пасеку, за деревню. И вот этот год у нас пасека там. Правда, за весь сезон толком порядок нам не успели навести, ну как есть. Следующее видео будет зарисовки с пасеки с этого года. В этот год особо не получилось у нас снимать видео про пчёл, потому что вообще какая-то была суета. Но в прошлом году я достаточно много снимала, и кто новые подписчики, кто не видел видео, как я собирала раи без Саши, как мы разливаем мёд и много-много всего, как рождается матка. Всё это мы снимали, как немного вместе работаем с пчёлами. Плейлист оставлю в описании под видео. Так, следующий вопрос по фасовке. Разливаем мы в пластиковые трёхлитровые бутылки. Вот, ну, по три литра получается они у нас. Почему в пластиковые? Потому что очень удобно для транспортировки. Если брать вёдра, например, с широкой крышкой, они очень сомнительны, что транспортной компании дойдут. А бутылки очень крепкие. Спрашивают, что потом делать, если он загустеет? Лучше либо сразу, вы, например, получили перелить в удобную для вас старую. Если уже, то есть, глубоко осенью, там, зимой мы отправляем, то и он уже загустевший. Просто разрезают бутылку пополам и перекладывают ложкой тоже в ведёрки там или в баночки, куда вам удобно. Как хранить мёд? Хранить надо в прохладном, тёмном месте. Не около батареи, не на подоконнике, не на присолнечном свете. Ну, в стеклянных банках, как бы, самое такое удобное, наверное. По зрелости мёда. Спрашивают, а зрелый ли у вас мёд? Конечно же, зрелый. Убираем мы магазины. Утром, когда ещё пчёлы не начали носить новый нектар. То есть, и определяем как. Во-первых, у нас рефрактометр. Это прибор, который определяет влажность. Влажность мёда. А влажность мёда – это главный показатель его качества. То есть, в пределах от 16 до 21% созревший мёд, хорошая нормальная влажность. У нас вот где-то 16-17% влажности в мёде. То есть, он полностью созревший. Насчёт анализа мёда. Тоже кто-то спрашивает, делали вы анализ мёда. Мы не делаем, потому что, во-первых, это очень дорого. В качестве мёда мы уверены своего. Есть много разных методов определить качество мёда в домашних условиях. Ну, конечно, это не сравнится с лабораторными. Но всё же. За это мы уверены, что любую проверку он пройдёт. И ещё момент. То есть, если вам на ярмарках предоставляют документ о качестве мёда, вы никогда не можете быть уверены, что именно этот мёд продают, который был проверен в лаборатории. Это делается элементарно всё. Берётся один мёд, несётся в лабораторию, делается анализ. Вам дают бумажку, что он качественный и замечательный. А продавать можно совершенно другой. И поэтому вот насчёт мёда – это только доверие. И, ну, то есть, можете ещё проверить дома какими-то способами. Ну, куча как бы есть видео, как проверить мёд. Я не буду на этом останавливаться. Насчёт транспортировки. Мы работаем с транспортными кит, энергия, ротек чаще всего. Потому что они самые недорогие. В основном китом. Сейчас он как-то по-другому называется. Ну, если вы даже вводите там в поисковике «Транспортный кит», там оно перейдёт по ссылке. Там, по-моему, какая-то СТД или что-то такое, честно, английскими буквами написано. Вот отправляли. Чем больше за раз транспортный отправляешь бутылок, тем выгоднее. То есть легче скомпоноваться и сразу большую партию заказать, нежели там одну бутылочку. Потому что, например, одну бутылку там заказывать у вас 300 рублей будет там в Москву. Или 10 бутылок, оно рублей 500 будет. То есть разница ощутима потом, если пересчитывать на одну бутылку за транспортировку, сколько выходит. Почты тоже отправляем. Ну, почта, конечно, получается дороже, но кому-то удобнее, так как кто-то живёт в сёлах. Нет возможности ехать в город. Например, далеко город, а машины нет. Ну, где-то ориентировочная стоимость. Вот так вот, если недалеко от нас везти, там, ну, даже вот до Москвы, не в Якутск, а где-то вот в эти области, получалось у нас за одну бутылку в районе 600 рублей, 550, почтой. Если за две бутылки, то где-то 880, 850. Ну, вот где-то такие цены. Пакуем мы почтой. Мы уже договорились. В прошлом году только начали и не знали, как правильно говорили, что только в почтовой коробке, а это дополнительно получается плата, и в итоге получается это всё дорого. Берём просто обычные картонные коробки без надписей. Договорились, берём скотч в местном отделении, почтовый, потому что другими нельзя запаковывать. И пакуем уже дома сами в коробочке, то есть для вас снижаем стоимость доставки. За упаковку уже получается, как бы, за коробки платить не надо. Это очень удобно. Вообще, если кто-то тоже занимается отправкой, в прошлом году я брала заранее бланки, и от руки-то всё писала, все данные. Сейчас, этот год, мы нашли, что есть на сайте Почты России возможность заполнить, то есть ваши данные, данные получателя, и распечатать уже готовый бланк и приклеить на коробку. То есть мы уже идём с готовой коробкой, запакованной, и с бланком. Распечатываю в бланке в двух экземплярах, себе подписываю, то есть что-то, мы уже приклеиваю накладную. Отписываюсь уже, когда отправим, пишу номер для отслеживания, так же, как и с транспортными, тоже можно. О сроках доставки тоже сразу говорю, то есть как мы приняли заявку, кому-то может повезти, мы там, например, на следующий же день отправим посылку, а кому-то приходится иногда ждать неделю. Почему? Потому что, во-первых, транспортная компания находится в городе Писке, который находится 120 километров от деревни, и из-за одной-двух посылок смысла нам ехать нету, потому что на бензин тоже много уходит, и мы набираем много посылок, и уже загружаем машину и едем. Почта у нас работает три раза в неделю, но ещё внезапно она может уйти в какой-нибудь коротенький отпуск, и неделя не работать. Ну и ещё бывают курс-мажоры, как, например, Покос, и не получалось просто у нас тут всё это сформировать, все эти посылки и отправить. Так что, извините, кому пришлось ждать немного дольше, чем вы планировали. Можете писать, напоминать о себе, я полностью буду отписываться, когда точно, когда примерно мы отправим. Потому что, ну, как бы, бывают разные ситуации. Вообще, конечно, стараемся, долго не затягивает. Сейчас вот с последней качки мы будем оставлять рамки, прям, ну, деревянные рамки с сотами, и забрус. По полкилограмма распасованный забрус, это крышечки, которые срезаются, восковые крышечки с соты и с мёдом перемешанные. То есть, можете почитать про пользу забруса. Как связаться? Лучше всего писать мне личным сообщением, именно на мою страницу ВКонтакт. Пишу не всегда я, может отвечать муж. Он у меня лаконичный и не особо разговорчивый, то есть он всё только по делу пишет. Так что не обижайтесь, иногда могу отвечать не я. Ну, на все вопросы так кратенько он тоже ответит. Потому что бывает, как бы, я могу отлучиться своим делам. Либо личным сообщением в Одноклассники. И самый-самый неудобный вариант – это электронная почта. Но я это всё оставлю. Лучше всего, конечно, ВКонтакт. Если этого всего нет, нет возможности, но есть ещё Фейсбук, но мы, честно, редко туда заходим, не получается всё это мониторить и проверять прям постоянно. ВКонтакт практически всегда у меня, как бы, он открыт, и там я быстро отвечаю. Ну, ещё по ценам, как бы, продаём практически так же, как с места. Поэтому в итоге, даже с учётом доставки, получается совсем недорого. Так что пишите, всю остальную информацию ещё вам скину. Всё, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok